На этой неделе стартовал шестой по счету форум древних городов. Давайте посмотрим, что происходит на улице города в рамках этого фестиваля. А вот и очередное путешествие. Я напоминаю, что этот мультимедельный комплекс работает у нас весь день. Особенно вечером. Представьте, какого, когда будет темно вставать в эту иммерсивную выставку. На экранах работы разных фотографов практически со всех уголков России. В качестве телепортов города и села традиционная обувь наших предков – лапти, которые дают прочувствовать погружение в эпоху. А еще здесь же, в Верхнем городском саду, рязанцы могут вручную изготовить еще один исконно русский артефакт – подкову. Правда, из картона. По словам организаторов, такой сувенир станет не только напоминанием о фестивале, но и обязательно принесет счастье. Кстати, по традиции, каждый год форуму дают новое имя. В этом году оно звучит как «Юность древних городов». И многие площадки посвящены как раз этой теме – преемственности поколений, юности, вечной юности древних городов, которая продолжается в новых поколениях его жителей. И среди участников как раз в основном молодежь. На главной аллее – подвижные игры и творческие мастерские. Своими впечатлениями юные участники с удовольствием делились с ведущим мероприятием. Рисовала и творила из картона и молодежь постарше. Студенты приняли участие в конкурсе диском. Вот только креативить пришлось в помещение из-за погодных условий. Дизайнеры работали над созданием въездных знаков городов России. Среди них Тула, Владимир, Казань, Нижний Новгород, Ростов и, конечно же, Рязань. Оценивать мы будем по трем категориям. Это креативность, то есть интересная подача того знака, который они будут показывать. Дальше исполнение, аккуратность исполнения. Ну и потом также защита. Каждый свой знак будет защищать. То есть будут рассказывать и говорить, почему и как он был сделан и почему он выглядит именно так, как они это представили. Над идеей дизайнеры размышляли несколько дней. А вот на выполнение задумки у них было порядка пяти часов. Всего восемь команд, в каждой из которых от двух до пяти человек. Это, например, въездной знак Ростова. За основу ребята взяли исторические факты, а также символику города. Вообще символом города является олень, который, собственно, представлен на гербе. И за основу этого мы как раз взяли форму, условную форму рога оленя, которая как раз ляжет в основу нашей инсталляции. Старинный рязанский костюм не только часть нашей истории, но и очень красивая одежда. Народному костюму в форуме древних городов отведено особое место. Костюмированное дефиле наглядно показывает, как традиционный наряд изменяется и приобретает новую жизнь в современном мире. На показе представили реплики и реконструкции народного костюма для музейных программ и для сценических выступлений, а также для повседневной жизни. Я историк по образованию, работаю в музее, занимаюсь историей, и поэтому было очевидно, что к такому хобби я приду. Поэтому вот, соответственно, эти костюмы пошиты как повседневная одежда. Прежде всего мы в них ходим, работаем, принимаем участие в различных выездных мероприятиях, поэтому они не сценические, не музейные, они вот такие живые, живая одежда. Отличительная особенность этих костюмов – натуральный материал, это лен. Швы ручные, то есть мы не шьем машинкой, только ручные. Каждый костюм соответствует определенной археологической находке. Каждая деталь костюма и все в сочетании должно создавать определенный образ. Например, жительницы Новгорода, там, второй половины 11 века. Кроме одежды, на выставке представлены головные уборы, предметы быта, домашние ткани, рисунки Филиппа Малявина, которые показывают красоту рязанских женщин и позволяют оценить, как выглядел наряд на его носительницах. Мы хотим все сшить, взять крой и сшить себе такое летнее, осеннее и весеннее платье. Да, вполне. Либо какие-то декоративные элементы тоже могут пойти уже в современную нашу одежду. У меня тоже, например, есть некоторые планы, как можно сейчас с помощью народных мотивов украсить свой, так сказать, повседневный лук. Костюмы Рязанской губернии в целом отличала обилие красного цвета. Однако в каждом уезде были свои особенности. Так в Михайловском районе женщины носили рогатую кичку. Костюмы военнослужилых людей были более скромными в цветах и декоре. А еще Рязань – это прославленный центр народного искусства. Керамика, ткачество, кружево – все это известно далеко за пределами нашего региона. Раздел народного искусства в художественном музее – один из наиболее активно пополняющихся в собрании. Основа его заложилась еще в 60-80-е годы прошлого века. Сотрудники не придерживались этнографического подхода. Подбирали наиболее выразительное в художественном отношении образцы. В итоге сформировалась уникальная по художественным достоинствам коллекция. Ее значительную часть составляют предметы крестьянского костюма – сложного ансамбля, вобравшего в себя разнообразные приемы декоративной отделки. В данном образце я плету кирпичики. Таким кружевом украшали девушки рубахи. В те же годы в музей поступали гончарные изделия разных уездов губернии. Потом стали пополнять произведения мастеров художественных промыслов. Скопинская керамика, Кадамский венис, Михайловское кружево стали визитной карточкой региона. Также обратите внимание на мой костюм. Это этнография. Костюм конца 19-го, начала 20-го века. Костюм замужней женщины. Вы можете посмотреть, здесь есть палеты. Такие рубахи носили только замужние женщины. Также атрибут замужней женщины – это панева. Такая клетчатая юбка, завеска очень красивая. Здесь вот ленточки вручную расписаны и также Михайловское кружево. Украшения традиционные. Их носили обязательно в комплекте. Это разметки, чопки и ожерелок. И головной платок был обязательным украшением замужней женщины. Это костюм свадебный, второй день свадьбы чаще всего. В Рязанской области, да. Это село Секирино, Скопинский уезд. Неповторимая по составу и эстетическим качествам коллекция Рязанского художественного музея теперь будет открыта в новом экспозиционном решении. Помимо традиционного крестьянского костюма, представленного вариантами Сапожковского, Скопинского, Касимовского и Михайловского уездов, в витринах разместят бисерные пояса и нагрудные украшения, головные уборы и фрагменты кружева. Рядом с традиционными предметами будут соседствовать произведения прославленных мастеров-промысловиков. Выполняемое вручную из природных материалов, народное творчество хранит живую память о единстве природы и человека. Совсем скоро театры снова откроют свои двери для зрителей и начнется новый сезон, в преддверии которого предлагаю заглянуть на репетицию в один из театров нашего города. Алена Селивестрова поет практически всю свою жизнь, с раннего детства. В четыре года она как-то каталась на качелях и пела песню «Прекрасное далеко». В этот момент мимо проходила преподаватель из музыкальной школы. Она и отметила тонкий слух девочки и безошибочное попадание в ноты. Сразу же посоветовала маме Алене отдать ребенка в музыкальную школу. Моя мама, конечно, ничего об этом не знала, потому что она сама не музыкант. И, в общем-то, у меня родители достаточно далеки от музыки. Но решила поспособствовать. Все равно нужно было чем-то заниматься, все равно нужно было как-то меня развивать. И попробовали. Пошли в подготовительный класс, в музыкальную школу. Сначала я научилась играть на скрипке, но мне это никогда не нравилось. Сейчас я очень благодарна за этот опыт, потому что скрипичное образование помогает мне в изучении вокального материала. Параллельно с игрой на скрипке девушка занялась вокалом. Сначала эстрадным, а уже позже академическим. Так как по академическому вокалу не было у нас педагога в Новокузнецке, Кемеровской области. Я очень долго сомневалась, что-то у меня не получалось. Мне не нравилось петь с микрофоном. Я понимала, что это немножко не та музыка, которую я хочу исполнять. То есть петь мне хочется, а хочется исполнять что-то другое. Переехав в Рязань, девушка закончила музыкальный колледж по классу академический вокал. Сейчас Алена Селивестрова – артистка областного музыкального театра. В прошлом сезоне девушка сыграла в пяти мюзиклах и опереттах. Роли доставались самые разные. По словам дирижера, работать с Аленой – одно удовольствие. На сцене она уже 15 лет. И каждый день, говорит, это поиск улучшений. Ведь здесь, как и в любом творчестве, нет предела совершенству. В музыкальном театре новый сезон уже стартовал. Впереди званный ужин с итальянцами. В оперете Алена Селивестрова играет роль Эрнестины – эмоциональной и оптимистичной девушки, которая готова преодолеть любую жизненную ситуацию. Артистка рассказывает, что это ее любимая партия, ведь героиня очень похожа на нее саму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова